Страдают наши посадки от того, что плохо ухаживаем за ними. То есть плохо получается, нет рабочих рук, нет необходимого инструмента. Это не критика, а скорее сочувствие. Марина Силантьева, декан Института биологии и биотехнологии АГУ, один из разработчиков концепции по озеленению, а точнее совершенно нового подхода к зеленым зонам Барнаула. С марта в классическом ВУЗе несколько десятков человек анализируют имеющееся зеленение краевой столицы и его недостатки. Так, одна из идей – заменить однолетние цветы кустарниками или многолетними цветами. А это называется биденс. Биденс карлолистный. Вот придите через месяц. Этот биденс, он разрастется шарами такими, очень красивыми. В перспективе это облегчит уход за зелеными насаждениями города и, кстати, удешевит его. Собственно, власти и есть заказчики современной зеленой концепции. Судя по ответу городской администрации, и масштаб работ впечатляет. Ключевой объект исследований, конечно, проспект Ленина, но на карте достаточно и других зеленых точек, где свою лепту могут внести ученые. Их задача – исследовать породы деревьев и кустарников и каждый подобрать лучшее место с учетом почвы и солнца. Комплексный подход. У нас ясень хорошо растет, липа хорошо растет, у нас могут в городе быть сосны. Почему нам не запустить элементы городской среды, в городскую среду элементы природной среды? Не запустить ивы по Ленинскому проспекту в районе Старого базара. Они же разнофактурные ивы, они разные, они красивые. Кстати, насчет тополей. Если пропустить время их обрезки, то тополя меняют мужской урод на женский. Поэтому в городе стало так много пуха. Само дерево тут ни при чем. В октябре ученые должны представить концепцию по озеленению зеленого облика Барнаула со всеми деталями. Первыми это увидят власти с помощью ВЭПГИС-проекта. Интерактивная карта такая, это понятно, да? Интерактивная карта для управленцев, на которой мы отметим существующие посадки, которые есть на Ленинском проспекте, и их оценку жизненного состояния. И по определенным местам мы проведем визуализацию наших предложений, чтобы можно было посмотреть, что можно было изменить и что на этом участке можно еще сделать. Чтобы можно было бы нашим службам задуматься и в этом же стиле дальше продолжать какие-то места. Стоимость работ составит 1 миллион 950 тысяч рублей. Окончательный вариант концепции будет готов предположительно к концу 2021 года. С 16 июня началось анкетирование и опрос жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения, функционального назначения парков и скверов. Оставить свой отзыв можете и вы. Анкета размещена на сайте города. И все же стоит помнить, что у зеленой концепции будет рекомендацией. В какой мере она воплотиться, сказать невозможно. Однако важный нюанс. Ее реализация займет лет 30. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.